Волна крушения и захватов произошла в автосалонах представительских автомобилей в Чикаго в эти выходные, где два человека, как сообщается, украли товары на сумму около миллиона долларов. Ограбление произошло в субботу днём в автогалерее Голко с престижным районом Чикаго, Нордсайд. Двое мужчин украли роскошные часы на миллионы долларов. Один из них стоял у двери с пистолетом, а другой разбивал витрины молотком. В Чикаго мэр Лори Лайтфуд не только поддерживает преступность через прокуроров, добавая команды не арестовывать преступников, но также она зашла так далеко, что обвинила самих торговцев в том, что они недостаточно инвестировали в безопасность и наблюдение. У нас по-прежнему есть розничные торговцы, которые не будут внедрять такие планы, как наличие в своих магазинах сотрудников службы безопасности, обеспечение работоспособности камер, запирание товаров на ночь, связывание дорогих сумок. Эти кошельки могут быть чем-то привлекательным для множества организованных розничных краж, заявила Лайтфуд. По данным Associated Press, волна ограблений и захватов серьезно повлияли на торговые точки в этом году, потеряв десятки миллиардов долларов. Национальные розничные группы в прошлом месяце оценили ежегодные убытки больше чем 10 миллиардов долларов, сообщает Associated Press. Генеральные прокуроры некоторых штатов поддерживают законопоряд Конгресса, который потребует дополнительных превентивных мер со стороны крупных онлайн рынков, где, по словам экспертов, многие товары все-таки более защищены, чем в магазинах.